Это история о 14-летней девочке Кирсе Дженсен, которая исчезла, катаясь на лошади на городском пляже. Это дело об исчезновении подростка стало одним из самых громких в Новой Зеландии. Приятного просмотра. Кирса Дженсен родилась 15 декабря 1968 года в Нейпире, Новая Зеландия. Была младшим ребенком в семье священника Дана и учительницы Робин Дженсен. Кирса собиралась стать ветеринаром, работала волонтером в местной ветеринарной клинике. Она обожала всех животных, а главным любимчиком девочки был конь-командор. Кирса неоднократно говорила матери, что любит животных больше, чем людей. Только животным можно доверять. Любила повторять она. Четверг 1 сентября 1983 года выдался в Нейпире теплым и солнечным. Кирса еще накануне договорилась с подругой вместе сходить на городской пляж, чтобы покататься там на командоре. Однако подруга в последний момент отказалась. Около 15 часов дня Кирса взяла коня и отправилась на пляж одна, пообещав матери вернуться примерно через час. Когда в 17.30 вечера дочь все еще не вернулась домой, Робин начала беспокоиться. Сначала она самостоятельно искала Кирсу на пляже, а потом позвонила в полицию. Вечером этого же дня командор был обнаружен в нескольких километрах от городского пляжа, конь явно был напуган. В самом конце пляжа, у устья реки Тутаэкури, находится небольшой городской парк с монументом памяти воинам Второй мировой войны. К нему была прикреплена веревка, обрывки которой остались на узде командора. Кто-то привязывал его здесь, но конь вырвался. Эта веревка не принадлежала Кирсе. Здесь же на земле осталось несколько капель крови. Позже эксперты заключат, что это человеческая кровь той же группы, что и у пропавшей девочки. Прочесывание местности, обследование реки и прибрежной части залива Хокас результатов не дали. Информация об исчезновении подростка разошлась по всем местным газетам. За любую информацию была обещана награда в 31 тысячу долларов. Нашлись свидетели, видевшие Кирсу в тот день. Больше всего детективов заинтересовал рассказ местного жителя Джона Рассела. Он проезжал мимо монумента примерно в 16 часов 30 минут и заметил девочку с разбитым лицом. Рядом с ней стоял лысый мужчина средних лет и бело-коричневый фургон. Рассел остановился, чтобы расспросить, что произошло. Девочка сказала, что упала с коня, а этот мужчина ей помог, и теперь они вместе ожидают врачей и родителей, которые уже извещены о случившемся. Незадолго до этого, в 16 часов 20 минут, двое серферов видели Кирсу с командором недалеко от монумента. В 16 часов 45 минут, еще один серфер видел несущегося коня. Девочки с ним уже не было. Никто, кроме Джона Рассела, не видел лысого мужчину и его фургон. Это вызвало подозрения у детективов. Еще больше они забеспокоились, когда выяснилось, что у Рассела была судимость за преступление, связанное с сексуальным насилием. Детективы приняли решение обыскать автомобиль и дом Рассела. В автомобиле эксперты нашли несколько светлых волос, которые могли принадлежать Кирсе. Однако этой находки было недостаточно, чтобы выдвинуть обвинение. Спустя два года после исчезновения Кирсы, в 1985 году, Джон Рассел развелся с женой. Его психологическое состояние было неустойчивым. Именно в этот момент он пришел в полицию и заявил, что виноват в исчезновении Кирсы Дженсен. Никаких подробностей он рассказать не смог, а через несколько дней отказался своих слов. Психиатры, обследовавшие мужчину, установили, что тот не отдает отчета в своих действиях и словах. Джон Рассел был помещен в психиатрическую лечебницу, где в 1992 году свел счеты с жизнью. Мать Кирсы, Робин Дженсен, в память о дочери открыла фонд, оказывающий психологическую и материальную помощь людям, чьи близкие пропали без вести. Кирса Дженсен так и не была найдена. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые истории.